Привет! Я тебя не знаю, но я знаю кое-что о тебе, и эта информация может изменить твою жизнь. Поэтому слушай внимательно. Не так давно у тебя в голове промелькнула мысль. Всего четыре слова, после которых твой пульс повысился, дыхание участилось, а на лбу, возможно, выступили капельки пота. Ты подумал, что было бы, если... Давай я тебе объясню кое-что. Наша жизнь, она полностью определяется тем, какие действия мы совершаем каждый день, какие решения мы принимаем. И если большинство из этих действий и решений, они не оказывают значительного влияния на нашу жизнь, то некоторые из них, они... они другие. Я уверен, что сейчас, если ты посмотришь в прошлое, ты легко вспомнишь те поворотные моменты, те ключевые моменты, те ключевые решения, которые ты принимал, и действия, которые ты совершал, благодаря которым ты оказался там, где ты сейчас находишься. Они очень сильно выделяются из общего ряда, и их просто нельзя не заметить. Но есть и другие моменты. Есть те моменты, когда ты знал, что нужно что-то сделать, нужно что-то решить. Но ты сомневался, или ты боялся, или был не уверен в успехе, или тебе не хватало информации. И момент просто проходил мимо тебя, и ты ничего не делал. И сейчас, спустя какое-то время, ты возвращаешься мысленно в прошлое и думаешь, что было бы, если... Вот эти вот, что было бы, если, это одна из самых-самых тяжелых вещей в жизни. Понимание того, что все могло пойти по-другому, если бы тогда ты не упустил время. Но время это такая вещь, которую нельзя вернуть назад. Ты никогда не сможешь вернуться в прошлый момент и что-то изменить. И чем старше ты будешь становиться, то количество вот этих вот, что было бы, если... Оно будет увеличиваться из года в год. Ты будешь все чаще думать, что было бы, если. Но с этим уже ничего не поделать. Представь, что ты играешь в карты. У тебя была хорошая раздача, но ты не смог ее разыграть. И ты проиграл ту партию. Начинается новая партия, у тебя новая сдача. И ты должен думать о том, как сыграть эту партию. А не думать о прошлом, не думать о том, чтобы ты мог тогда выиграть. Все, это уже закончилось. Ты никогда не вернешься в ту партию. Ты никогда не сможешь ее выиграть. Момент упущен. Но ты можешь выиграть эту партию, если начнешь играть сейчас. Если сфокусируешься на том, что ты можешь делать с тем, что у тебя сейчас есть. Чтобы завтра не думать о том, что было бы, если. Это очень тяжелое чувство, ребята. И как я уже сказал, чем старше ты будешь становиться, тем... Тем тяжелее оно будет на тебя давить. Несоответствие между тем, какой могла бы быть твоя жизнь. Какой ты ее видел, когда ты был маленьким. И тем, какая она сейчас. Оно всегда будет большим. Потому что когда ты ребенок, у тебя большие ожидания о будущем. У тебя большие надежды, большие мечты. Ты стремишься к чему-то великому. Но потом... Я не знаю, куда это все уходит. Оно просто куда-то теряется. Ты просто начинаешь жить обычной жизнью. За дня в день, за дня в день. Одно и то же, одно и то же. Ну и только в редкие минуты просветления ты думаешь, а что было бы, если? Что было бы? Надо с этим заканчивать. В следующий раз, когда ты почувствуешь, что сейчас вот такой момент, сейчас поворотный момент, он может что-то изменить. Не жди. Действуй. Ты готов к последствиям. Даже если они негативные, даже если они такие, которые ты ожидал. Ты готов к ним. Но если ты не сделал, ты не знаешь, какое будущее могло бы тебя ждать. Ты не знаешь, что было бы впереди. Ты можешь просто гадать, что было бы, если... Эти четыре слова. Что было бы, если... Я не знаю, что еще сказать. Не очень классная тема, не очень веселая тема, но она важная. Я хочу, чтобы ты понял, как бы тяжело ни казалось принятие решения, как бы тяжелым ни казалось действие, которое нужно совершить, если ты понимаешь, что его нужно сделать, ты не должен стоять в стороне и ждать. Иначе ты будешь всю жизнь свою стоять в стороне и ждать, пока она будет проходить мимо. А потом тебе будет 40-50 лет, ты будешь смотреть назад и понимать, что, блин, время прошло. Все возможности, которые возникали, они упущены. Хотя в тебе столько потенциала. Ты можешь таких высот достигнуть. Моя любимая поговорка звучит следующим образом. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Второе лучшее время, чтобы посадить дерево, сейчас. Подумай над этим. Делает качки по Вилану. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»